Здесь было в сантиметрах, наверное, 5 лака. Вообще ничего было не видно. И вот когда наши удивительные реставраты все это сделали, посмотрите, какая красота. Обнаруженные и восстановленные игривые бантики на паркете в проходной комнате. Ну, посмотрите, как Юсуповы себя любили. Одна из многих профессиональных радостей и гордостей Нины Васильевны Кукурузовой, директора Юсуповского дворца на Мойке. Прогуливаясь вместе с ней по парадным интерьерам, обращаем внимание и на другие реставрационные находки. Вот это наша находка. Это герб Юсуповых, которого мы не видели до этого момента. И вторая наша находка – это в будуарах княгини. Мы нашли старые штофы. Дворец удивляет и вдохновляет. Хотя начало директорства здесь 20 лет назад преподносила Нине Васильевне совсем другие сюрпризы. Она покинула комфортный пост заместителя председателя правления банка и обнаружила на новом месте работы 56 видов грибка под полом собственного кабинета, бывшего кабинета Феликса Юсупова, и трещины на стенах парадной и дворцовой анфилады, и сложности с отоплением. Учитывая, что я работала еще главой администрации крупного района, и понимала, что такое сети, что такое вода, что такое газ, что такое свет, что такое канализация, что это очень важно в любом доме. Именно поэтому каждую реставрацию здесь предваряют скучные, сложные и долгие технические работы. У нас вообще такой порядок. Прежде чем приступить к какому-то помещению, к его ремонту, реставрации, мы делаем вот, что называется, все подноготное открываем. Никто не будет красить стены, если мы не знаем, что за ними. Никто не будет делать пол, если мы не знаем, что под ним. Такой старый дом здесь остановиться невозможно. Его все время, как старого человека, нужно поддерживать в состоянии здоровом. Современная философия дворца родилась из бережного отношения к месту и бывшим его обитателям. Сохранить обращу к роскошной дворянской жизни, но не обезличенной. Здесь до сих пор как будто витает дух хозяев. И показывая нам бодуар княгини, отреставрированный в 2020-м, Нина Васильевна восхищенно вздыхает. Вот впечатление взять и подержать на руках вот эту комнату. Настолько вот она какая-то необыкновенно воздушная, необыкновенно красная, необыкновенно женская. Был восстановлен и домовый храм Юсуповых, покрова Пресвятой Богородицы, расположенный на верхнем этаже дворца. Храм противовес того, что происходило на половине молодых в декабре 1916 года. Другой полюс дворцового пространства. А любимый интерьер Нины Васильевны во дворце – зеленая гостиная с малахитовым камином. Он не самый красивый, не самый роскошный, не самый такой какой-то броский. Но в нем такая какая-то необыкновенная аура, что вот туда я туда прихожу, мне там хочется чуть-чуть посидеть, он меня подпитывает. Чем хорош для меня Юсуповский? Я вижу то, что я сделала за 20 лет. И мне это очень приятно. Очень. Было бы лучше, может быть, если бы был кто-то еще другой, было бы хуже, я не знаю. Но я довольна тем, что дворец сегодня так востребован. Это же здорово, когда ты приходишь на работу, делаешь свое дело, и ты этим удовлетворен. Глаз горит. Еще сколько надо сделать. За 20 лет с 2003-го дворец Юсуповых на Мойке похорошел, стал ухоженным и рафинированным. Стильная роскошь без стеснения, как при последних владельцах. Ради этого ощущения каждый год сюда приходят сотни тысяч посетителей. И лишь немногие догадываются, как трудно поддерживать великосветскую красоту в первозданном виде.